Хренин и Шойгу подписали регламент по хранению российского ядерного оружия на территории Беларуси. Идеологи зомбируют не только школьников, но и библиотекарей с почтальонами. Силовики продолжают усиленно допрашивать белорусов на границе, а в Полоцке и Новополоцке продолжаются задержания. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что известного репетитора Евгения Левянта приговорили к трем годам домашней химии. Согласно приговору суда Евгению Левянту, его дочери Аня Левянт и его зятю Никите Дрозду назначено наказание в виде ограничения свободы без направлений в исправительное учреждение открытого типа на срок три года, сообщает Народная воля. Жена Юлия Левянт, дочь Галина Левянт и коллега по репетиторскому центру 100 баллов Алексей Иванов приговорены к двум годам и шести месяцам ограничения свободы без направлений в исправительное учреждение открытого типа. Также Александра Вальчицкая была приговорена к полутора годам домашней химии. Отдел Левянта рассматривала судья Катерина Мурашко. В Вилейском районе запретили купаться почти во всех озерах и реках. Таких решений не было ни при царе, ни при поляках, ни при большевиках, не даже во время немецкой оккупации. Напомню, что в октябре 2022 года Вилейский райисполком решением номер 1453 изменил перечим водоемов, рек, озер и так далее, где гражданам купаться запрещено. Данный документ был опубликован еще 2 ноября 2022 года, после чего вступил в силу. Исходя из данного документа, жителям района, а ровно как и туристам, запрещено купаться практически во всех водоемах района. В документе сказано, что купание граждан запрещено во всех каналах, в купанных прудах, вообще во всех озерах, в ободненных карьерах, во всех прудах, кроме пруда в деревнях Осипович и Вилейского района, во всех реках, кроме центрального пляжа предприятия Вилейская ЖКХ на реке Виллии, и во всем Вилейском водохранилище, кроме пляжа городского унитарного предприятия Вилейская ЖКХ. То есть власти, вместо того, чтобы обустраивать пляжи на реках и озерах района или просто не мешать нам жить, запретили нам купаться в наших реках и озерах. Такой власти еще не было ни при царе, ни при поляках, ни при большевиках, ни даже во время немецкой оккупации. Таких решений власти не принимали, пишет издание Вилейко. Более того, помимо штрафа за купание в неположенных местах до 111 рублей, по данным канала, в течение всего летнего периода по местам, запрещенным для купания, будет работать мобильная группа из числа сотрудников милиции и освода. Идеологи зомбируют не только школьников, но и библиотекарей с почтальонами. Эпохальным шедевром пропагандистов в школе номер 6 Калинкович по несколько раз мучают школьников. Ну а если мы привыкли к безвольным учителям, то в городке в эту когорту приписали и библиотекарей. А вот в Барановичах, кроме фильма «Склепанного на коленке», студентам демонстрируют в дополнение и образ нового героя молодежи Романа Протасевича. В стороне не остались и почтальоны. В одном из отделений целый замгендиректор Роббелпочта представил работникам сразу два фильма. Силовики продолжают усиленно допрашивать белорусов на границе, не только тех, кто есть в базе беспорядки. Сообщается, что одного из белорусов недавно сотрудники КГБ допрашивали на границе целый час. Точечный досмотр и проверка телефонов ждет все автобусы, которые пересекают границу. Причем, если раньше усиленно досматривали в основном только тех, кто привлекался по народным статьям, то теперь проверяют абсолютно всех. Но если вам что-то известно о ситуации на границе, обязательно пишите к нам в чат-бот, который можете найти у нас в телеграм-канале. В Полоцке и Новополоцке продолжаются задержания. Правозащитникам стало известно, что сегодня в Полоцке задержан униадский священник Александр Шевцов. У него изъята техника. Также в Новополоцке задержана 77-летняя Галина Ивановна Захаркина. Женщина является кандидатом архитектуры и бывшей заведующей кафедры архитектуры Полоцкого государственного университета. Ну и напоследок. Хренин и Шойгу подписали регламент по хранению российского ядерного оружия на территории Беларуси. Однако Шойгу заявил, что контроль за этим оружием остается за Россией, как и решение о его применении. В общем, неудивительно. Лукашенко, как обычно, поставили на колени и перед фактом о размещении ядерного оружия. Но применять он его сможет только во влажных фантазиях. Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие. Контроль над ними решение о применении остается за российской стороной, расстроил Грышу Азаренко Шойгу. Как итог, мы имеем то, что Беларусь является целью для превентивного удара, но сама лишь будет стоять на коленях и молить, применять или не применять тактическое ядерное оружие со своей территории. Напомню, ранее Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси построят хранилище для тактического ядерного оружия. Ну а на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарии. Слава Украине! Живее Беларусь!